Продавщица книг, мечтательница, балерина, жемчужина. Многогранность женских образов стала главной темой выставки Юрия Саакяна. По профессии мужчина-экономист, но за последние три года сухие цифры в его жизни сменились яркими красками. Я вообще с детства любил рисовать, поскольку я сам себе помню, там рисовал карикатуры всякие. Но после армии как-то не знаю, не могу объяснить непонятным способом я начал заниматься искусством. Для Юрия Саакяна это первая персональная выставка. В галерее художник представил 21 картину, но это лишь малая часть его работ. По словам Юрия, творческий процесс требует максимальной сосредоточенности и скрупулезности. Но сами образы чаще всего появляются спонтанно. Ва сне, я даже рисую мои сны, или может какие-то образы, или что-то почитаю, и вдруг мне это вдохновили. Или там слово, идея, не знаю, там всякое. Прямо, если любой вещь, или там природа, мне может все вдохновлять, и там эти образы сама собой появляются. Ну, потом я над ними поработаю, может там символистику что-то делаю. Образы в его работах напоминают мифических персонажей. Двуглавые женщины, длинные витиеватые шеи и множество глаз, для которых, кажется, открыт весь мир. Человеческий облик в этих созданиях гармонично переплетается с природой. Художник как бы целенаправленно возвращается к первозданной культуре, потому что в реальной жизни не находит источника в реализме для своего вдохновения. И таким образом, вот эта его подсознательная работа, она смыкается с очень известными старыми искусствоведческими направлениями, как постимпрессионизм, когда Гоген писал свои картины на острове Таити, как кубизм, основоположник Пабло Пикассо, как наивное искусство с Анри Руссо и Ника Перасмани. В ближайшем будущем Юрий Саакян также планирует писать пейзажи. Тем более, что в Украине он уже нашел источники вдохновения. Природа мне нравится, интересно. Здесь там вода, у нас же там нет особых больших рек, все горы там. Мне наши горы вдохновляют, а здесь как-то эта вода как-то особенно влияет на меня. Оценить женские образы художников в галерее ArtL запорожцы смогут до 21 мая. Мария Маракелян, Александр Гоц, ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова